Где-то в каком-то арабском городе жил-был Аладдин. И вот Аладдин очень подружился со странствующим поэтом Самаром Хаямом. Сын мой, запомни несколько простых истин, чтоб мудро жизнь прожить. Знать надо, но немало. Два важных правила запомни для начала. Ты лучше голодай, чем что попало есть. И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Не предавай друзей, их не заменишь. И не теряй любимых, не вернешь. Не лги себе, со временем проверишь, что этой ложью сам себя ты предаешь. Ой, учитель, так мне нравится. Ну, расскажите еще какое-нибудь свое стихотворение. Сорванный цветок должен быть подарен. Начатое стихотворение дописано, а любимая женщина счастлива. Иначе не стоило браться за то, что тебе не по силам. Ой, как здорово! Как я счастлив, что я нашел себе учителя. Но тут появляется мама Аладдина. Нет, ну это что ж, это такое? В твоем возрасте... Ой-ой-ой, пора уходить. До свидания, мой ученик. До свидания, учитель. А мама продолжает. В твоем возрасте уже все работают, а ты вон на заборе сидишь и стишки какие-то слушаешь. Когда ж ты будешь зарабатывать и домой что-то приносить? Аладдин говорит, ну что сделать, мама? Ну, мне это неинтересно. Когда я начну работать? Ханум, моя любимая, не сердись. И вдруг они слышат... И вдруг они слышат... Какие-то горны, которые предупреждают, что через город идет принцесса Будун. И никому нельзя ее видеть. Мама говорит, прячься, Аладдин, прячься. Никому нельзя видеть, принцессу Буду. И Аладдин спрятался за забором, а мама просто убежала. Убежала мама. И тут через город идет принцесса Буду со стражниками, с целой свитой и со своим отцом султаном. И они привлекаются. Султан говорит, вот хоть поговорим, тут никого рядом вроде нет. Дочь моя, принцесса Буду. Да, папа. Мы сейчас идем к визирю. У него самый большой в нашем султанате дом. Меня это не волнует, папа. Да, но он самый богат, он богаче меня. Меня это не волнует, папа. Я не хочу за него замуж. Дочка, придется тебе идти за него замуж. Я слово давал. Не хочу, не хочу, не хочу. Дочка, я сказал, пойдешь, значит, пойдешь. И тут вдруг Аладдин выскочил из-за своего забора, и Будур повернулась и увидела его. А Аладдин прочел одно из стихотворений, которое научил его учитель. Твое лицо Луна, которой не скудеть, Прекрасно, безпрекрас, И прежде ты, и впредь, Согласный умереть, Охотно жизнь оставлю, Чтоб у дверей твоих навеки замереть. Принцесса Буду поняла. Она никогда в жизни не слышала таких поэтических строк. И даже она, чтобы лучше разглядеть мальчика, юношу, который читал, отодвинула немножко, что никогда не делают арабские женщины свою вуаль. И они сразу полюбили друг друга. И она сказала, молодой человек, как вас зовут? А он ответил, прекрасная принцесса, меня зовут Аладдин, сын Алиар Маруха. И принцесса сказала, я запомню. И они ушли с султаном. Но это имя услышал в стране, который стоял. Который стоял где-то, спрятавшись. И когда он услышал, Аладдин, сын Алиар Маруха, он понял, что это тот человек, которого он искал уже долгие годы, потому что, согласно преданию, только Аладдин, сын Алиар Маруха, мог открыть одну секретную заколдованную пещеру. И этот колдун из Магриба сказал, ну все, теперь все, богатство мира будет моей. И он подошел к Аладдину и говорит, не ты ли Аладдин, сын Алиар Маруха? Да, это я. А странник сказал, дорогой мой племянник, я искал тебя сорок лет. А Аладдин сказал, ну моего папы, который умер восемь лет назад, никогда не было братьев. А он тебе просто не рассказывал. Он тебе просто не рассказывал. Пошли со мной, я покажу тебе клад и драгоценности. И в память о моем умершем брате я сделаю тебя богатым и счастливым. Ну, Аладдин до сих пор думал только о принцессе Будур. Ну, чтобы встречаться с Будур, ему нужны деньги. И он пошел с этим странником, который назвал себя его дядей. И вот они пришли в мрачное, мрачное место. Мрачное место, где был какой-то камень, не поймешь какой. И магрибский колдун сказал, Аладдин, сейчас я произнесу заклинание, и ты сможешь повернуть этот камень и спуститься в подземелье. Там богатство неописуемое, но мне ты принесешь только старую лампу. Старую лампу? Да, ты увидишь старую лампу, и ты мне ее принесешь. Аладдин сказал, хорошо, дядя. И тут дядя стал колдовать и говорить, трах, тебе дох, бомбардия, киргуду. И камень отодвинулся сам собой. Ой, дядя аж рухнул. Он никогда, он знал про это, но никогда не видел. И он сказал, крикнул, «Аладдин, цинолел, маруха, полезай вниз в пещеру». И смотрит Аладдин, а как-то страшно. И вороны кричат, «Корф! Корф! Корф!» И камень похож на череп. Ну, что делать? И Аладдин полез вниз. «Корф! Корф!» Полез и увидел драгоценностей полно. Он себе там набил карманы, сундук взял. А Магрибский-то, Магрибский колдун кричит, «А ты не забыл мою лампу?» Аладдин говорит, «Ой, сейчас возьму». Короче, взял он еще и лампу и ползет наверх, уже готов выходить а колдун ему говорит, «Кидай мне лампу!» «Нет, сейчас я вылезу!» Я сказал, «Кидай лампу!» «Да обожди, дайте мне вылезти, дядя!» «Ах, будь ты проклят!» сказал колдун и закрыл вот эту пещеру и Аладдин остался под землей. Но тут появляется огромная, огромная, огромная из-под черепа змея! И она сказала, «Я охраняла этот клад тысячу лет, и я его никому не собираюсь отдавать, особенно такому магрибскому колдуну!» и она его замотала и с собой утащила навсегда! Ну, а Аладдин внизу сидит и думает, «А как же мне отсюда выбраться?» «Как же мне выбраться на поверхность?» и деньги у меня есть, и все есть, но темно, ничего не видно, украшений полно набрал. Но как же отсюда выйти на поверхность? Хоть бы лампа, что ли, работала? И вот он взял и потихонечку потер лампу! и вдруг он слышит! Он испугал и говорит, «Ты кто?» «Я джин этой лампы! Я раб этой лампы! Слушаю и повинуюсь!» И Аладдин говорит, «Слушай, джин, давай-ка меня быстренько домой отнеси!» И джин сказал, «Будет исполнено, мой повелитель!» И в один момент Аладдин уже был дома, и на него смотрела испуганная страшная мама, и не знала, что ей сказать. Она ни разу в жизни не видела джина. Аладдин сказал, «Мама, я разгадал секрет волшебной лампы! Я обманул магрибского колдуна! Теперь у нас и лампа, и драгоценности, и я влюбленный хочу, чтобы ты пошла свататься за принцессой Будут!» Но мама не знала, что сказать на такое дело, потому что она сказала, «Сыночек, Аладдин, да какая ж тебе принцесса Будурмыш из простых людей!» Он говорит, «Это не важно, мама, это совершенно не важно, я теперь может быть богаче самого султана, так что ну чтобы мы были, чтобы ты научилась как надо пользоваться лампой, ее надо чуть-чуть потереть, а мама говорит, да я и трогать ее не хочу! А в это время Аладдин думает, а что с ней делать? Мне надо принцессу Будурм, чтоб Джин сюда принес! А как? Джин, ты еще тут? А Джин говорит, я всегда тут в лампе! Он потер, потер и говорит, быстро принеси мне сюда принцессу Будурм. Не прошло и секунды и появляется совершенно удивленная принцесса и говорит, ой, что это, ты кто? А мама говорит, я Фатима, а ты кто? Она говорит, как это я кто? Я принцесса Буду. Ой, Аладдин, а как же так получилось, что я здесь оказалась? Аладдин говорит, ну, это секрет, я тебе не скажу, как так получилось, а принцесса ж ничего не знает, она смотрит вокруг, видит, говорит, ой, а что это за такой страшный зверь? Бе, бе, а мама говорит, какой зверь? Это овца. А Будун говорит, овца, из которой сыр? Ну, тут мама сказала, когда мне было три года, я уже знала, что такое овца. И так они знакомились с жизнью простого народа, но поскольку в султанском дворце хватились, где же принцесса, где же принцесса, сюда прибегают визирь и стражник, и говорит, ваше высочество, она быстренько раз, лицо закрыла, никто не имеет права видеть ее лицо, они говорят, принцесса Будур, нам пора возвращаться во дворец. Визирь говорит, ты, слуга, пошел вон, ты арестуешь Аладдина, а я со твоей невестой сам до дворца заберусь. И вот главный визирь, который хочет жениться на Будур, увел Будур, а солдат арестовал Аладдина. А Аладдин весь любит Будур, даже ничего не замечает, что с ним происходит. А солдат говорит, вперед, 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 пошли в темницу. И на рассвете тебя, может быть, даже повесят. Короче, они ушли, ушли, и старушка ушла. В это время дворец. Дворец, красота, лампы, роскошь, ковры. И сидит султан. Стоит рядом со своим троном. А Будур сердится. Ни сказать, ни описать. А перед ней танцует наложница. В арабских дворцах всегда наложницы танцевались рабыни. Так, так. Эх, эх. Ой, ступай, не до тебя тебе. Хорошо? Слушаюсь будет господин. И султан говорит. Будур, мы султан, солнце. Очень нервничали, где ты была. А Будур говорит, как это, где я была? Я была у Аладдина. А султан придумал, что надо сказать принцессе, как будто никакого Аладдина не было. Как будто ей все приснилось. И вот, и значит, одному спле и визирь он подговорил. Он говорит, пройти хотя бы визиря. Визирь, слушаю, упомянуешь мой правитель. Ты слышал что-нибудь про Аладдина? Аладдин? Нет, ни разу не слышал. Как не слышал? Ни разу не слышал. дочь дочь наша Будур говорит султан. Это тебе все приснилось. Ты спала и тебе приснился Аладдин. Да как же приснился? А стражник его арестовал. Стражник? Слушаю, повинуюсь. А скажи нам, пожалуйста, ты знаешь какого-нибудь Аладдина? Стражник тоже был подговорен. Он Ну значит это мне все приснилось. Аладдин? Нет, мне это приснилось. И султан думает Слава Аллаху! Она его забудет. И вот и вот значит пускай вот здесь как будто спальня принцессы она вот тут вот лежит на каких-нибудь в покрывалках и как в барабских сказках говорится и сапахалом у постели сон ее хранит рабыня чтобы мухи вдруг не сели на лицо нежней чем дыня и вот спит здесь принцесса Будур а тем временем тем временем меняем картинку тем временем во дворе бедного дома очень сердится Фатима Джан и она знает что надо делать но боится Джина ужасно но что делать сын в темнице она берет потерла потерла немножко лампу и слышит слушаю и повинуюсь я раб лампы а Фатима говорит это как тебе не стыдно ты был другом своим Аладдином сейчас же сию минуту принеси его сюда А Джин только и сказал слушаю и повинуюсь раз и Аладдин сразу появился и говорит мамочка очень хорошо что ты освоила лампу а сейчас там надо срочно обратно во дворец не в темницу а во дворец потому что я не могу жить без принцессы буду и вот они отправляются во дворец кроватку убираем а во дворце Будур как увидела Аладдин и говорит Аладдин любовь моя а ты разве не в темнице он говорит меня освободили из темницы и Будур сказала ага значит это был не сон они меня обманули ну погодите сказала Будур а Аладдин говорит да дело в том что у меня есть один волшебный сюрприз у меня есть волшебная лампа которую если потереть сбываются все мечты и принцесса Будур сказала ну-ка ну-ка и она потерла и сразу услышала слушаю и полянуюсь я я я раб лампы и тогда Будур стала что-то шептать аладдин сказал что ты там делаешь а Будур сказала это сюрприз и тут появился и султан и визит и визит и танцовщица а Будур все шептала что-то в лампу шептала 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 и аладдин говорит Будур я хочу чтобы все было по-настоящему а не по-колдовскому а Будур говорит да ты что не понимаешь оно же и есть на самом деле по-настоящему иди ко мне иди ко мне сказала Будур и Аладдин вот к ней пододвинулся и говорит а что ж ты загадала а Будур говорит а я загадала чтобы все были счастливы а как как это кого кому кто счастлив а Будур говорит все пускай визит будет счастлив с моей служанкой он всегда любит смотреть как она танцует пускай мой папа будет счастлив с твоей мамой она вдова он вдовец а если твою маму одеть она будет просто как знатная дама и овечку свою она может взять с собой султана и правда тут султан вдруг это ж колготство его как будто подменили он говорит Фатима а не ты или это та Фатима которая бегала в огород когда я был еще ребенком юношей и она говорит да мой повелитель это я я просто стеснялась об этом сказать и напомню он говорит Фатима так я наверное любил тебя всю свою жизнь и тут уже и Алладин говорит Буду так это что правда по-настоящему и Буду сказала конечно по-настоящему я тебя люблю он говорит так это не Джин колдует она говорит нет я Джину сказала пусть все будут счастливы а потом потерла лампу и сказала Джин ты теперь свободен и прилетай к нам только тогда когда сам соскучишься вот такая прекрасная музыка и вот такая интересная сказка вот такая сказка про Алладина принцессу Буду и волшебную лампу из которой всегда появляется Джин так я понимаю что сказка получилась немножко неожиданной но от этого я надеюсь она еще более интересная по мотивам арабских сказок сказка про Алладина и его волшебную лампу вы послушали музыка которого вы слушаете прекрасная персидская музыка это иранская народная музыка